Финал Фэнтези 9 Да, по обыкновению я делаю подшивки в конце видео, но сегодня мы начнем часть с этого. Итак, здесь, на остроконечных скалах, когда мы уже получили рамуха, когда мы все собрали и уходим. Вот в этот самый момент, если мы еще раз, я просто до этого уже выбирал, поэтому говорю еще раз, выберем спрыгнуть позже. Если мы вернемся к Муглу и зайдем в раздел Магнета, там будет то самое письмо. Да, но сундуки, понятно, не открыты, потому что я загрузился тут, чтобы показать вам только это письмо. Так, значит, смотрите. И вот теперь... Купо. Письмо разодрано в клочья. Оно от Стилцкина, Купо. Мне страшно. Прочтешь его со мной? И это очень тревожное короткое письмо. Всего в три строчки. От Стилцкина. Похоже, мне конец. В каких обстоятельствах писал это Стилцкин и что же с ним Купо? Что стряслось со Стилцкином? И теперь у Монти вот аж четыре письма уже здесь в коллекции. Ну, если кто-то из вас не знал об этом письме, друзья, то рад был идем рассказать. Ну, а теперь переходим к основному прохождению. Полностью обезумевшая, с ног до головы измазанная кровью невинных людей и детей королева Бране продолжает свой смертоносный поход. На этот раз объектом ее агрессии становится величественный город Линблюм. Но в противовес городу, который Брана уничтожила до него, я говорю о Клеере, Линблюму, могучему Линблюму, удается устоять даже после атаки такого мощного Эйдолона, как Атамас. Город познал значительные разрушения, но выстоял. И сейчас мы с вами идем на улицы полуразрушенного Линблюма на прохождении Final Fantasy IX, которая делается в такой полноте, которой еще не было до выхода этого прохождения. Друзья, добро пожаловать. Но хотя, конечно, состояние очень угнетенное. Большой груз тяжести на душе Зидана и тем более на душе Гарнет, которая своими глазами увидела, что сотворила ее мать. Мы помним, как она просто бессильно упала на колени в заставке, но изменить что-либо уже было поздно тогда. В тот момент и невозможно. Так, вот на этом экране мы уже со всеми говорили. Давайте исследовать все. И начнем с того, что пройдем вдоль стен. Может, что-то найдем. Потом зайдем на станцию аэротакси. А также в гостиницу. Тяжело видеть всюду разрушения, боль. Навсегда изломанные судьбы людей, которые еще вчера жили в этом городе, нарадовались, занимались своими делами, планировали, растили детей. И вот так подло и внезапно. Все аэротакси выведены из строя черными магами. Больно даже думать об этом. Что же мы им сделали? Ну, знаешь, служащий, когда мы говорим о таких людях, как Бране, то на такой вопрос можно ответить лишь словами из знаменитой басни. Ты виноват лишь в том, что хочется ей кушать. Но в данном случае даже не идет речь о каких-то физических потребностях. Здесь все еще намного хуже. Администрация аэротакси. С завтрашнего дня в нашем расписании появится новый маршрут Александрия. Стоимость поездки 200 гилей в одну сторону. Администрация аэротакси. Этому маршруту также не суждено было в итоге появиться. Но то, что планировался такой маршрут, говорит о том, что никто в Линдлюме не ожидал этого подлого и коварного нападения. Удара ножа в спину. Да, то есть планировалось запустить транспорт. Бране ничего об этом не сказала и не предупредила. Птичка Бобо на месте. Птица Говорун. Ну, надо сделать птичка Бобо. Это же птичка Бобо. Это я обращаюсь к Артуру сейчас. Отзыв. Я приехал сюда провести отпуск и внезапно началась война. Слишком опасно выходить на улицу. Что мне делать? Верните мои деньги, Дилан. Дилан. Не время сейчас думать о деньгах. Да и Линдлюм не виноват, что на него напали. Можно быть счастлив, что ты остался жить. Живым. Хотя, точно мы пока не знаем. Да, но точно не о деньгах. Ему нужно думать, тем более о каких-то стагилях. Да, давайте останемся. Просто таким образом переместимся на второй этаж. Зайдем к муглу. Нет, нет, не нужно отдавать сейчас письмо. Потому что я не помню точно, можем ли мы попасть в грот. Да, не нужно. Вдруг у меня все-таки получится попасть в грот. Так что давайте я быстро загружу, друзья. Вот я не помню. Я помню, что в театральный район мы сможем съездить сейчас. А к тем воротам... Ну да, мы тоже сможем съездить, потому что нам дальше на болото. Так что давайте попробуем максимально, да, выжать из ореха в кубу. Как и нужно это делать. Поэтому письмо отдадим позже. Ну, в гостиницу зайдем. Отзыв новый прочтем. Отзывы меняются, да. Нужно их чекать, что мы сделали. Так, на второй этаж пока не идем. Еще раз проговорю со всеми. Мы это делали на этом экране. Так, хорошо. Тогда... Посещаем станцию и идем дальше. Поверить не могу. Мы разнесли этот город за одну ночь. Черные маги и идолоны просто ужасные. Мы словно открыли ящик Пандоры. Радуйтесь. Вы теперь часть королевства Александрия. Ох, какой кошмар. Повсюду разбросаны огурцы. Запах здесь просто невыносим. Что может быть ужаснее, чем прийти, убить всех с силой, причинить такие разрушения. А потом гнусно и лицемерно говорить, что радуйтесь. Мы же вам лучшее что-то принесли. Но это... я не знаю, какое расстройство мышления должно быть у людей, чтобы воспринимать такое нормально. Тут находим новую карту Линблюм. Воздушный корабль упал с неба и чуть меня не раздавил. Слава богу, что это был лишь маленький грузовой корабль. Так, давайте посмотрим на новую карту. Это карта города. Теперь у нас есть Александрия и Линблюм. Вот такая карта. Атака 0, но защита большая. Хотя и не такая большая, как у Александрии. У Александрии есть защита A. Но, в принципе, близко к ней. Так, хорошо. Ты знаешь группу повстанцев в Дружиннике? Нет. Если ты о них узнаешь, немедленно доложи мне. Ну, я могу только доложить линблюмским солдатам ваши координаты, чтобы вас хорошенько тут прессанули при возможности. Есть ли их предводитель Джастин? Скажи ему следующее. Пожалуйста, остановись. Скажи, чтобы об этом попросила Николь. Так, бабушка выжила. Это хорошо. Что? Кто здесь? Меня ослепили черные маги. Теперь я вообще ничего не вижу. Я больше никогда не увижу лица моего маленького внука. Да. Ужас. Просто ужас. Главное, чтобы в Александрии не говорили о том, что это фейк. Черные маги не могли ослепить, а это просто слепую бабушку привезли сюда и посадили для картинки, да? Война так примитивна. Почему люди не могут играть в карты, чтобы уладить разногласия? Можно с ним сыграть? Давайте сыграем. Я не думаю, что что-то новое мы получим, но все же сыграем. Так. Я не взял не ту карту. Нет. Нет. Что я качаю? А вот это? Вот это возьмем. Давайте возьмем кактус. Хорошо. И... Да, вот это. Все, пропадись. Как же орет, а? Еще раз и хватит. Понятно, какие у него карты. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Продолжение следует... 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 Вы оба схватываете на лету. Уничтожьте Куджу, и Браны лишатся своих магов. Это даст нам возможность контратаковать. А сейчас открытое столкновение повлечет за собой лишь бессмысленное кровопролитие без малейшей надежды на победу. Значит, нам нужно устранить корень зла. Да, иначе он найдет новую марионетку, даже если мы одолеем Браны. Я не оправдываю мою маму, но я не прощу Куджу за то, что он использовал ее. Здесь, конечно, важно сделать оговорку, что если бы она не хотела и не позволила ее использовать, он бы ее не использовал. Он выбрал нужный объект, зная, какова Браны, ну и, видимо, к чему это привело. Но сперва нужно спасти Штайнера и остальных. Боюсь, я не могу выделить для этого солдат. Они должны остаться здесь, чтобы защитить горожан. Вот подумать, да, если, например, Куджа подошел бы к Гарнет с такими предложениями, которая обладала Эйдалонами, я думаю, что у него ничего бы не вышло. Но, тем не менее, ключик к злому сердца Браны он нашел. Точнее, его ключик к ее сердцу подошел, потому что к доброму сердцу Гарнет нет, он бы об него обломался. Так, эм, хорошо. Даггер, я тебе говорю, с ними все будет хорошо. Лучший драгун Бурмецы, генерал Александрийской армии и Железяка, они не могут проиграть. Ну как можно было Штайнера так обесценить вообще ни одного эпитета, но хотя бы, хотя бы назвал бы бронированная Железяка, или хоть как-то, но нет. Просто расти. И потом у тебя есть я, я буду тебя защищать. И снова, и снова эти слова навсегда запали в сердце Даггер. Еще одни сильные слова от Зидана для прекрасной принцессы. Тогда отправляемся на поиски Куджи. Я тоже хочу пойти. Мне здесь делать нечего. Отлично, давайте надерем Куджи задницу. Вы не одолжите нам свой самый быстрый воздушный корабль? Нормальный запрос. Но так и цель ведь. Цель ведь тоже такая, самая, по сути, важная сейчас в мире. Воздушные корабли могут летать только там, где есть мгла, а она есть только на этом континенте. Вот. Это значит, что на воздушном корабле океан не пересечь. А как насчет нового корабля, который летает без мглы? Он еще не готов. Вот. Кроме того, он в руках Браны. Она поставила два условия нашей капитуляции. Первое, отдать ей новый корабль. Второе, отдать ей... О! Коготь сокола. Воздушный корабль я еще могу понять, но зачем ей понадобился кусок камня? Хотел бы я знать. Ну тогда поплывем на корабле. Это тоже не вариант. Мы захватили гавань. Мда. И что нам делать? Добираться вплавь? Есть один способ. На болоте, к северу от замка, есть старое место раскопок. Говорят, там обитают монстры, нетипичные для нашего континента. Тоннель, который нашли в ходе раскопок, по слухам ведет на другой континент. Этот тоннель выведет нас на внешний континент? Звучит не очень обнадеживающе. Регент, вы уверены? Во! Не уверен. Видимо, другого выхода нет. Неизвестность, половина удовольствия, ведь так? Пожалуйста, защити принцессу Гарнет. А мы пока подготовимся к контратаке. Здесь немного, но используют, чтобы подготовиться к путешествию. И он дает нам 3000 гилей. Но написано найдено 3000 гилей. Я бы написал получено в данном случае. Зидан, я подожду здесь, хорошо? Да, думаю, так будет лучше. Линглим сейчас в руках захватчиков. Вы не сможете сюда вернуться, во всяком случае, какое-то время. Поэтому подготовься как следует. Дай знать, когда будешь готов. Готовы? Еще нет. Дайте знать, когда будете готовы отправляться. Так, ну, похоже... Да, сюда вернуться пока не получится. А, следовательно, с письмом мы должны все сделать. Ну, ладно, давайте по порядку. Давайте по порядку, друзья. Начнем с кузницы. Тут должны появиться новые вещи. Вот адский взрыв для Зидана. Так, что еще? Также расширитель. Ну, и еще вот эти предметы, которые у нас уже были из всяких чокографов и других секретных местечек. Но мы их дополним теперь до 5. И начнем с адского взрыва. Хорошо, делаем 5. Лезвия этой глефы издают тревожный гул, рассекая потоки воздуха. И причиняют тревогу. Шелковая мантия. Угу, хорошо. Мантия сделана из шелка. Три штуки дополняем. Сапоги для пустыни. Все хорошо. Так. Золотое колье, конечно же, сделаем. Башмаки волшебника. Вот тут сложнее. Видите, сапоги роста на них нужны. Уже синтезированный предмет. Поэтому. А для сапогов роста нужны сапоги для пустыни, которые мы также не покупали нигде. И у нас их немного. Следовательно, тут уже нужно, друзья, выгадывать, выверять и вымерять. И давайте тогда сделаем, я думаю, две штуки. Вот так. У нас будет три единицы башмаков волшебника. Три единицы сапогов роста. Сапоги для пустыни у нас их шесть. Поэтому еще можно вот так уравновесить. Сделать пять этих. Четыре этих. Так, а сапоги для... А, так все нормально. Все, все, все хорошо. Я думал, сапоги для пустыни мы не можем делать. Че, тогда все окей. Тогда все делаем как надо. Этих пять. Этих пять. Этих тоже делаем пять. Теперь пополняем вот эти до пяти. И вот эти до пяти. Хотя этих можно даже сделать побольше на всякий. Еще пять сделаю. Вот так. Так, расширитель. Острая вилка и барбюд. Ну, хорошо. Пять. Силовой поезд. Вот делается из стеклянной пряжки. Стеклянных пряжек у нас семь было. Пока что два. Так, из чего там делается пряжка? Окей. Еще две. И здесь еще две. Вот. Хорошо. Все. Все сделали. По сути, два новых предмета. Это новое оружие для Зидана. Адский взрыв. Будем исследовать само пожертвование. И счастливую семерку. Активные способности. Так. И... Расширитель мы еще купили. Это вот здесь. Не может одеть его. Зидан. Кто-то мне очень пытается дописаться в Steam. Так. Так, понятно. Позже. Лечение 2. Популярная с третьей девушек штучка для волос. Наносимые повреждения льдом увеличиваются. Даггер льдом не атакует. Шивы нет. Но лечение 2. Нужно. А теперь посмотрите. Кстати, да. Хотел показать. Сколько способностей пассивных у Зидана у нас уже изучено. Вот здесь на втором диске. Абсолютное большинство. Остается выучить всего лишь раз-два. И вот здесь автоспособности, которые есть у всех. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 способностей. Ну, у Даггер тут побольше, да? Хотя нет. Раз-два. Просто у нее в целом меньше способностей. 3, 4, 5, 6, 7, 8. У нее даже меньше. У нее 8 осталось. Но у нее в целом пассивных обилок меньше. И посмотрим на новые активные способности самопожертвования. Пожертвовать собой ради восстановления очков здоровья и очков мано-союзников. Счастливая семерка наносит на удачу физические повреждения. Но счастливые семерки Барретта, это серьезнее. Ну а лечение 2 восстанавливает большое количество очков здоровья одной или нескольким целям. Вот такой диалог у Уэйна. Нужно зайти за стойку, чтобы его увидеть. Пламя выглядит так, будто оно замерзло. Будто плачет. Замерзшее пламя. Вспоминаете? Откуда? Конечно же Хронокросс. Хронокросс так хорош, что начните его смотреть прямо сейчас на канале, если вы еще не смотрели. Так. Прости. Мой магазин разрушен и у меня осталось не так много товаров. Очень жаль. Очень жаль. Будем надеяться, что дом хотя бы уцелел. И будет какая-то крыша над головой у этой девушки. Представьте, она могла потратить, допустим, 5-10 лет своей жизни, чтобы открыть этот бизнес. Наладить его. И все уничтожили в один момент. И кто теперь все это восстановит? Теперь зайдем сюда. В оружейный магазин. Та что там промелькивает? А, это ты. Я задрал цену, потому что не хочу этим сволочам ничего продавать. Но тебе я сделаю большую скидку. Так, докупим. Потому что использовали. Докупим. Ледяное клеймо можно здесь покупать. Берем. У вас 1 миллион, поэтому все нормально. Жезл можем покупать из звездной пыли. Кожаная пластина. Так она называлась. Я уже не помню. Ладно. Вот и хорошо. Одного ничего, но дополнили старое. Может даже еще серьезнее дополнить. Давайте еще вообще вот. Пусть будет. Я, если что. Еще насобираю денег. Синтезируем вещи, а запасов становится только больше. Вот это правильно. Так. Ну, всего-то тут на 100 тысяч больше потратили. 100 тысяч туда, 100 тысяч сюда. Кто их там считает. Я подумываю о покупке нового меча. Но здесь все так дорого. Интересно, он сделает мне скидку? Мечтай. Приз курант. Жезл из звездной пыли 2000 гилей. Ледяное сердце 9,5. А мы покупали его за 3. 700, да? Мефриловый браслет. Мефриловый браслет. Полторы тысячи. Эксклюзивные скидки для наших александрийских покровителей. Что за обдиралово. Так, ну да. Такой вот подход он применяет, чтобы своими способами бороться с оккупантами. Теперь. Дальше. Так, тут в руинах ничего. Вокруг фонтана. Нужно сохраниться. Еще раз. И проверить, куда он нас уведет. Вот тут. Active Time Event. Да, если мы не уходим, третий драгоценный камень называется. Обязательно смотрим. Мы начали погрузку. Почему так долго? Линдюнские солдаты отказываются выполнять наши приказы. Нам нужно поторапливаться, иначе королева рассердится. Пошлите всех свободных людей в гавань. Коготь сокола у нас. Оставаться здесь бессмысленно. Да, мэм. Да, мэм. Новые лица. Ну, заодно с солдатами поговорим, проверим. Черт, я потерял все из-за этого нападения. Где же армия воздушных кораблей, когда она так нужна? Обидно, что у нас нет достаточно сил, чтобы одолеть браны. Но Клеера сопротивлялась, и Эйдалон ее уничтожил. Я слышал, что в Клееру теперь не попасть. Риген говорил, что мы должны жить сегодня, а сражаться завтра. Простите, пожалуйста, друзья. Эти последствия короны. Из-за которой, в том числе, так долго не было части. Я прислушаюсь к нему и буду жить. И буду ждать дня, когда мы восстанем против браны. Так, хорошо. Тут поговорили с новыми жителями. Здесь разошлись. Поверить не могу, что промышленный район лежит в руинах. Я больше никогда не отведаю супчик, который готовит босс. С боссом-то все в порядке? Или тоже нет? Эй, не разговаривай со мной. Ты сорвешь мое прикрытие. Я лидер неуловимых мстителей, Джастин. Вот как? Вот что значит, думает Николь. Я сражаюсь за правое дело. Я не могу предать все, во что я верю. Да, это то, во что я верю. Не важно, сколько боли мне может это причинить. Я не остановлюсь. Я дальше буду сражаться. Даже если мне придется сражаться с Николь. Так, теперь попробуем пойти поговорить с ней. Люди этой страны до сих пор не могут понять. Регент Сид проиграл войну. Почему они не хотят взглянуть в правде в глаза? Что же собирается делать регент? Неужели он позволит им шастать здесь вечно? Люди этой страны могут сопротивляться. Сокрушить лидера это не значит сокрушить народ. Народ это не стадо рабов, которые силой можно принудить к чему-то. Поэтому, даже если бы вы сокрушили регента, я уверен бы, что народ Линблюма боролся бы. Так. Теперь посмотрим, не изменилось ли что-то здесь. Промышленный район был уничтожен Эйдалоном. Но мы можем к замку поехать? Нет, только в театральный. Хорошо, тогда, если так. Если так, друзья, тогда письмо вначале отдадим. Там просто будет связано это с лоуэлом, я помню. Давайте я на всякий случай сохранюсь и пойдем дальше. Продолжение следует... Теперь останемся. Так. Мог сеть. Отдаем письмо. А, письмо от одного летяги по имени Сирина. Спасибо за то, что доставил письмо, Купо. Я была на воздушном корабле, который назывался Алая Роза, и увидела нечто ужасное. Мощь Эйдалона Одина ужасает. Он полностью уничтожил Клееру. От города не осталось и следа. Алая Роза уничтожила Клееру? Бранный меня пугает, Купо. Так, и вот тут еще, да, второе письмо, оно появляется, если я все правильно помню, после того, как мы посещаем Сида. Замки мы это уже сделали. И это письмо от Руби. Не думала, что будет так трудно найти актеров. Я уже готова взять любого, кто хотя бы умеет читать. Как звали того самовлюбленного парня из Линдлюма? Я согласна взять даже его. Направь его ко мне. Нам нужно открывать театр. Она имеет в виду Лоуэлла? Да, он самовлюбленный Купо. Он самовлюбленный говнюк, а не самовлюбленный Купо. Так, хорошо. Друзья, теперь, теперь, мы пойдем к Лоуэллу. Олег Купо по-прежнему у нас. Сейчас его отдать нельзя. Ну и, соответственно, получить этого. Да, ты, кстати, не хочешь еще попросить меня кому-то что-то доставить? Ну, хорошо. Письма у муглов накапливаются. У этого тоже уже четыре. Так, поедем в театральный район. Посмотрим, как там. По-моему, его разрушения коснулись меньше всего. Ну, сейчас посмотрим. Быстро восстановили. Кабинку аэротакси. Так, куда-то отправляетесь? Прошу вас. Мой муж там. Пожалуйста, отвезите нас в промышленный район. И снова горе. Снова женщина с маленькой дочкой. Что такое с мамулей? Почему она плачет? Прошу прощения. Маршрут в промышленный район закрыт. Администрация аэротакси. С завтрашнего дня в нашем расписании появится новый маршрут Александрия. Стоимость поездки 200 гили в одну сторону. Администрация аэротакси. Знаете, сердце кровью обливалось, когда видел такие картины ранее, проходя Final Fantasy IX. А сейчас, когда я насмотрелся таких же и более жутких картин в реальности. И тут их встречаю, но это просто, это... В общем, это тяжело, да. Но ничего. Ничего. Справедливость восторжествует многократно. А теперь мы будем исследовать театральный район. Да, повреждения здесь, конечно, тоже немалые. Убить, убить, убить! Я не могу забыть эти ужасные голоса. Черные маги убили моих друзей. Воздушные корабли больше не играют решающей роли на войне. Черные маги и Этелоны. Вот лучшее оружие массового поражения. Не недооценивай меня из-за того, что я женщина. Подчинись нам. Не будет такого. Королева Брана собирается построить оперу в театральном районе. Ну да, да, да. А еще хочет... Обещает все восстановить здесь. И рассказывает сказки о сладкой жизни. Так, значит, мы сейчас поиграем в карты, потому что с ней можно сыграть. И давайте это сделаем. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Так. Неплохо она магическими атаками орудует. Ты давай выкладывай кактуар. Субтитры создавал DimaTorzok Так, есть. Последний шанс. Нужна... Отчистить колоду. Так. Вот. Кого я там понабирал. Думаю, вот это можно... Хотя ладно, пусть будет пока. Я наконец-то сделал себе листочек со стрелками. Осталось только перенести все карты. И я уже тогда смогу выкинуть большую часть. Так. Субтитры создавал DimaTorzok Давайте еще разочек Издеватель Может быть придется не разочек Да, придется не разочек Снова возвращаем к актуару У нас 666 побед Я хожу первый, это омерзительно В случаях, когда мы что-то возвращаем Вот так Ну и хватит Так, перешагнули рубеж В 666 побед Поражение 69 И ничьих 59 Ничьи, я думаю, в итоге перевесят Поражение Я со всеми вами поговорил Воздушные корабли больше не играют Решающие роли на войне Черные маги и идолоны Вот лучшее оружие массового поражения Так Входим сюда Ловела здесь сейчас нет Линблюмская выставка 50-я ежегодная линблюмская выставка В этом году победителю достоится Чести расписать церковные стены И находим в сундуке Руду Но места у нас нет Так что нужно продать что-то А то наш Рейтинг охотника за сокровища Есть, есть, друзья Скрытый рейтинг охотника за сокровищами Который в игре ведется Может пострадать Что она собирается делать с моей картиной Красивая картина Такая печальная Но в ней есть сила Да? Вы так думаете? Так, а в этом районе магазинов и нет Надо быстро мотнуться Туда продать Посмотри на небо У него такой печальный цвет Голубое небо Линблюма Умерло с нашей свободой Свобода внутри Уничтожить ее Внутри Невозможно Если Человек этого не позволит сделать Я хочу Уничтожить ее Продолжение следует... Так, вот это тоже продадим. Все то, что может потом помешать брать сундуки в количестве 99. И теперь до руды доберемся. Руду можно там, не знаю, 39 продать. 4 тысячи отбили еще. И упорядочим наши предметы. Все. Супер. Теперь возьмем руду. Я скоро приду. И линблюм залечит раны. Линблюм восстановится, мы в это верим. Так, смотрю, все по кустам. Ничего. И тогда забираем руду и идем дальше. В нашем убежище должны были обновиться сундуки. И да, нам еще нужно поговорить с той стражницей, когда мы с Джастином поговорили. Вовсе не обязательно было заходить так далеко. Я вступила в ряды Александрийской армии для того, чтобы защищать мою родину. Не для того, чтобы убивать людей. Но я никогда не понимаю вот эти стенания. Точнее, я понимаю их, и это хорошо. Но я не понимаю людей, которые продолжают делать это против своей воли. Ты всегда могла отказаться от этого. Могла сесть в тюрьму. Я не знаю, там восстать, завалить генерала, что угодно. Но бороться с этим. Оставаться человеком. А просто, опять же, понурив голову, говорить. Ну я безвольный солдат, что я мог сделать это? Не. Несвободное мышление. Отсюда я наблюдал, как промышленный район превращается в ничто. Все погибли. Эдалон поглотил все. Ну давайте, наверное, к Лоуэлу сначала подойдем. Поверить не могу, что стою рядом с господином Лоуэлом. Я так счастлива. Лоуэл, смотри, ты можешь как-то это использовать, чтобы помочь Линблюму. Она очарована. Вау! Театра больше нет. Это было опасно. Либо только лестница разрушилась. Но прохода туда сейчас нет, да. Даже такая звезда, как я, не может жить без сцены. Приятель, ты знаешь какой-нибудь театр, которому нужны талантливые актеры? Да, моя подруга Руби открыла небольшой театр в Александрии. О, приятель, это правда? Я слишком яркая звезда для провинции вроде Александрии. Но думаю, что могу закрыть на это глаза. Даже такие дремучие люди должны оценить мой талант. Нет, не уходи! Руби и Лоуэл, да? Странная выйдет парочка актеров. Так, мы просьбу Руби выполнили. Направили к ней Лоуэла. Ах, воу! Ребята, вы здесь! Я рад, что вы целы. И тут снова гили. Каждый раз все большие суммы. Так. О, это ты, Зидан. Я чуть было в штаны не обмочился. Мы защищали убежище Танталуса, пока тебя не было. Мы можем остаться здесь. Иди, нападай плохим парням. Я думал, а ты один из тех в остроконечных шляпах. Дядя Баку ведь скоро вернется? Без него так страшно. Люцела. Что-то мне Муровин вспомнился. Там было Муцера. А здесь Люцела. Так, тут ничего. Наше убежище сохранилось практически таким, как и было. Так, забрали деньги. Теперь дальше. Возвращаемся в торговый район. Не поменяли вывеску. Нет. Джастин, прошу тебя, остановись. Вот у нее поменялась реплика. Ну что, мы готовы? Мы готовы сохраниться. Да, не помешает. Всегда лучше перед такими моментами сделать сохранение. Что-то мы куда-то переходим. Сейчас мы можем... Мы можем сохраниться... Да сюда же пока. Восемьсот восемьдесят восемь тысяч шестьсот шестьдесят три. Еще бы два гела и было восемь 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 шесть шесть шесть. Ох... Горестно, друзья. Вот все это время, сколько хожу по линблюму. Смотреть на этот ужас. Поэтому наши герои, испытывая такие же чувства, идут, чтобы решать эту проблему. Еще готовы? Вы готовы? Еще нет? Дайте знать. Готовы. Пойдемте. Реген ждет вас на нижнем уровне. Королевский флот. Почему они грузят на корабль еду вместо ценностей? Они отвезут все это в Александрию? Может, они отправляются в долгое плавание? Прекратите болтать и продолжайте погрузку. Черт бы их побрал. Они думают, что могут вот так просто командовать нами. Давай продолжим работу. Александрия теперь правит всем континентом. Что еще они хотят завоевать? Чего они добиваются? Не знаю. Но ты видишь, какая брана жадная? Реген ждет на нижнем уровне. Вражеские солдаты заняты погрузкой. Спускайся быстрее. Забирайся на лифт. Мои ребята обо всем позаботятся. Значит, мне нужно проехать на лифте на нижнем уровне и попасться? Точно. Очень простого. Кто там? Хвост? А, это просто кот. Ты идиот! Ох, пронесло. Делаешь, что хочешь, но смотри, не попадись. Так. Секундочку. В чем дело? Регент ждет на нижнем уровне. Иди или тебя поймают? Так. А если... Поймают? Поймаешь меня? Здорово. Не попадись в врагу. Вот так. Интересно, куда направимся дальше? Я не знаю ни одного королевства, которое представляет опасность для Александрии. Уверена, у королевы есть план. Нам незачем беспокоиться о таких вещах. Нам нужна твоя помощь. Идем. Пара линблюмских солдат заперлись в комнате для гостей. Они вдвоем выглядят классно, когда пробираются по замку. Интересно, что задумала Брана. Зидан. Нам действительно необходимо отправиться на внешний континент? Эй, что с тобой? Ты же сама хотела пойти? Что если... Что если с тобой или Ви Ви что-то случится? Боюсь, одной мне не справится. Ты обо мне беспокоишься? Что я имела ввиду? Принцессе ведь нужна элитная охрана. Без вас я пропаду. Ты пытаешься льстить меня, называя своим элитным охранником? Ладно, я просто шучу. Со мной ты будешь в безопасности. Что насчет тебя, Даггер? Мы ведь ничего не знаем о внешнем континенте. Я принял решение. Я не хочу, чтобы моя мама совершила еще что-то ужасное. Вот и славно. Я защищу тебя и Ви Ви. Спасибо. Зидан, я так рад, что ты пришел. Ви Ви, а где тебе сид? Эм... Он сказал... Гвок, гвок, подожди здесь. И куда ты ушел. Куда он пошел? Гвок, у меня получилось! Я остановил вагонетку между этим местом и вратами змея. Гвок, уо... Будут знать, как хозяйничать в моем замке. Теперь идите. Место раскопа, как лабиринт. И возьмите это с собой. Это еще что за тряпье? Дурень! Это не тряпье! В моем переводе я помню дословно эту фразу. Зидан спрашивает, это тряпка? И регент отвечает, ты дрянь! Я бы поставил, ты дрянь! А национальное сокровище Линблюма? Оно передавалось своими предками из поколения в поколение. Вероятно, это было сделано до того, как наш континент стал покрыт мглой. Это древняя карта мира. Ух ты! Спасибо! Получена карта мира. Теперь идите, пока вас не заметили. Зидан, Виви, прошу вас, позаботьтесь о принцессе. Ладно. Дядя Сид. Гвок, не волнуйся за меня, я сильнее, чем кажется. Идите же! Они выжмут из меня все глобого масла, если нас поймают. Пойдем, Даггер. И вагонетку сорвало. Гвок-гвок в ярости. Ох, вместо регента у них оглоб. И шуты вместо солдат. Почему погрузка длится так долго, м? Вы двое. Я, кажется, не разрешила вам отдыхать. Я понимаю, дела движутся медленно, но... Помните, что наша следующая миссия вот-вот начнется. Механизм заклинило, и вагонетка перестала приезжать. Так? Да, она издала странный гвокающий звук. Я хотела пройтись по магазинам перед тем, как мы отплывем. Есть сообщение от дозорных? Нет, мэм, не было. Должно быть, это проделки Сида. Где же он прячется? Вы двое за мной. Найти регента. Да, мэм. Так, а нам удалось прибыть. Хорошо, у нас... Так. Сейчас посмотрим, есть ли письмо для него. Вот здесь бандану забираем. Опять можно взять в этом углу, друзья. Ах, ты идешь к месту раскопок? А ну, прямо на севере отсюда, ты увидишь болото в форме тыквы. Тебе могут встретиться необычные монстры, не хочешь чего-нибудь прикупить? Необычные? Квина их оценит по вкусу? Так, вот адамантовый жилет есть. Давай, ну, штучек... Девятнадцать. Нас же всего трое. Да? Такая вот математика. Непонятная ни для кого. Так, теперь... Лекарство докупим. И отлично. У нас есть, да, письмо для Мунти. Не отдаем ему письмо. Сначала занесем орех. Давай, да. Запишем купу. Так, это значит, что я, кстати, могу еще... Могу еще пойти покопать... В лесу, да? Может, там чокографы новые появились? Ну, хотя вряд ли. И в первую очередь направимся в Грот. Давайте пройдем по карте со сражениями. Посмотрим, что с монстрами. Есть новые, нет. Посмотрите, как оружие у Зидана выглядит. Новых нет. Давайте посмотрим на новые способности Зидана в таком случае. Наш Чоку ждет там, где мы его оставили. Столько всего произошло. Так, начнем с способности Счастливая Семерка. Оказалось, несчастной. Мы всего на... Один. Навернули. Кстати, Виви. Ну, я так понимаю, поскольку ты не девушка-расширитель, тебе нельзя. Ну, да. Так. 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 Да нет же. В Грот. Музыка. Сразу, сразу вспоминается уничтожение, точнее нападение. Не окончательное уничтожение. Нападение на Бурмецию. Вот я... События конца первого диска. Когда захожу в Грот, они всегда всплывают. Так. Так. Смотрите. У них появился сын. И это просто супер. Довольно крепенький уже. Такой подросший. Нас долго не было. Вот такой вот у них. Счастливый медовый месяц. Нет письма. Так. Отдаем орех. У тебя есть орешек. Ты мог бы дать мне его? Конечно, чтобы были силы еще производить сыновей. Спасибо. Вот, возьми купо. Он дает нам эликсир. И говорит, что хочет еще орехов. Вот как раз теперь пойдем. За орехом. И сразу его доставим. И сразу его доставим. Так. Ну, нам еще нужно посмотреть способность. самопожертвования. Да, да, да. Так что давайте. О, ты ж убьешь. Да. Ну, раз мы смотрели способности всех, то у Vivi здесь остается раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, тоже восемь навыков пассивных. И, большая часть уже изучена. Самопожертвование. Вот так Сидан отдал свои эритроциты. Ахм. Ахм. Отдаем письмо. Мода попросил доставить мне письмо. Спасибо, Купо. Какой ужас, Купо. Мокки из замка пропал. Его схватили александрийские солдаты. Или его съели и поджарили черные маги. Купо, я так волнуюсь. Что происходит, Купо? Я дам тебе эту за доставку. Происходит настоящий ужас. Так, есть у тебя письмо? Нет. Тогда можно отдохнуть, так как Зидан жертвовал. Записаться. Пойдем отдадим еще орех. И посмотрим, сколько у нас сейчас эликсиров. 19. А лечения два вот так. Выглядит. Вот труда помещается. Хорошо, что продали побольше. Продолжение следует... Продолжение следует... Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха. Да как, у нас почти сразу была заполнена шкала, еще и ускоренная. И все равно она первая походила Вот это ламия И снова орех купа Печально купа Карта мира Пусть страх ведет тебя вперед Не оглядывайся Не позволяй поражениям сломить тебя Сэр Фредли железный хвост Ну странно, что страх ведет вперед Не знаю Логику сэра Фредли, но вот так Так, орех купа Могута, держи Спасибо, купа Вот возни Перо Феникса И хочет еще орехов Наверх черным драконом можно подняться И прокачать даггер И конечно, друзья, мне нужно это сделать Перед тем, как мы пойдем дальше Ну давайте проверим Сможем ли мы Активируя прогресс дальше Потом вернуться Я сейчас сохранюсь Если сможем, то это хорошо Потому что заберем еще одного нашего Самого позитивного товарища И будем с ним качаться Если нет, тогда Тогда буду качать даггер В этой партии Равнины юно-руса Так Так Спросим, конечно же Куда нам нужно идти Когда есть такая возможность Ух ты Отправляешься исследовать внешний континент, значит Вход в тоннель, соединяющий внешний континент С этим где-то здесь На болоте Почему бы тебе не расспросить Кого-нибудь из племени Ку Они думаю только Они думают только о еде Но может статсо знают что-нибудь Но я думаю, это будет сложно Потому что они думают только о еде Постольку мы расспросим Надо будет еще раз у него спросить Пам-пам-пам-пам-пам Ну где же быть жарочку? Посмотрите, просто Снова здесь же Снова на этом же месте Снова ловит лягушек И вкусно Облизывается Он удивился, увидев Зидана Куина, с тобой все в порядке? Хотя там, по-моему, было утверждение С тобой все в порядке Давненько не видели Зидан Было трудно добраться из Клеера в одиночку Ты знаешь, как добраться до внешнего континента? Говорят, тут где-то есть вход в тоннель Внешний континент Наверное, там можно найти вкусных лягушек Здорово Я помогу и поем еще лягушек Я пойду с тобой Вот все, что он сказал Определенно он нам не помог Но увязался за нами Так как хочет лягушек И безусловно, я этому очень рад Куина снова с нами Самый имбовый персонаж Мне его не хватало все это время Кто еще нам будет дарить позитив в любых ситуациях? Можно поставить Исследовать ему Вечный двигатель А также Автоускорение Да, очень важно И вот смотрите Вот эта штука, которую одевают только девушки Расширитель или помада Квинни нельзя Следовательно Квинна это он все-таки Так, значит Сапоги-скороходы И нужно ему активировать Конечно, это ускорение Так Думаю Вот это не надо Сколько там нужно? Девять А все, хорошо Лягушек мы половим Конечно же Но сейчас К мастеру зайдем Ты не знаешь Здесь где-нибудь ведут раскопки? Раскопки Хм Может узнаю А может и не знаю Может В смысле может Я только слышал о раскопках где-то тут Все тропы на болоте заросли Может дорога к раскопкам не видна Квинна, наверное, знает Не видно, говоришь? Но все равно спасибо Ну да Не особо много информации Ну хотя бы мы знаем, что раскопки ведутся И, друзья Вот если пройдем сюда То шаря по камышам Квинна, ты куда? Лягушка Здесь пахнет лягушками Нам нужно найти дорогу на внешний континент Лягушка Здесь пахнет лягушками Квинна, постой Блин Ага Лягушка Стой! Квинна Открыл нам путь Они опять убегают Квинна, постой Погляди сюда Это вход Должно быть это вход в тоннель Впервые его вижу Зидан Мы пойдем внутрь? Само собой Возможно он выведет нас на внешний континент Пошли Да, вот вход в тоннель Давайте попробуем войти Но Суть в чем? Суть в том, что Квинну мы присоединили И вернуться мы можем Да, это действительно Нужный нам тоннель, друзья И он может привести наших героев На внешний континент Представляете? Целый тоннель между материками Представьте, вы вот так вот Здесь находите тоннель Двигаетесь по нему И уже поднимаетесь в Австралии Как это классно Это Final Fantasy 9 Ну что? Мне нужно поймать лягушек Возможно я пойду еще посещу лес И там немного покопаю Кольца защиты И роблордов, знаете ли Предметы хорошие И нужны всем Нашим персонажам Которые могут их экипировать Ну и Друзья Прокачать даггер Это обязательно Все это я сейчас сделаю И в следующей части Мы с вами продолжим И в самом конце Просто вот Хотел спросить Может быть это так оно и есть В оригинале Это для переводчика Я уже Говорю Для Артура И Ну тогда все понятно Либо же Это следует заменить Вот в главном меню Когда мы Загружаем игру То вверху написано Выберите страницу для записи А не для загрузки Я так вот один раз Мне даже запарился Думаю стоп я записываюсь И здесь тоже Смотрите Выберите место записи Но место записи Да окей А вот Здесь страницу для записи Конечно Если можно поменять на Страницу для загрузки Будет Правильнее Ну ладно Это Это наверное Просто одна надпись Потому что Загрузить справа Вон есть Это мелочь Но на всякий случай Сообщил Друзья Спасибо всем Кто был сегодня со мной Кто любит прохождение На 100% Кто ценит все Что я делаю для вас На пуплище Прохождение Final Fantasy Всех вас тепло Обнял И в следующей части Жду Субтитры